привет всем дорогие друзья я нахожусь в длительном походе и сейчас буду добывать себе что-нибудь поесть к моему счастью я наткнулся на вот такое вот осиное гнездо скажу сразу охотиться на осиные гнезда это не самая лучшая затея так как можно нарваться на серьезные неприятности осы очень злые потому что дикие их там достаточно много они охраняют свое жилище свое потомство но я нахожусь в реальных условиях выживания и в данный момент у меня уже бурчит живот и мне нужно просто что-то поесть понимаете в чем смысл все уже охерел тут все что я смог обнаружить это вот это осиное гнездо и мне его по-любому нужно как-то достать спросите что там вообще съедобного может быть да и это не осы дело в том что осы на самом деле там жрать ничего они такие питательные они просто сухие там какое-то говнецо находится в жопке и все больше ничего по сути там молоденькие молочные сочные личинки этих ос вот они там не нужны это чистый белок и так как я их когда-то пробовал на вкус они не вызывают никакого отвращения они просто какие-то сладковатые возможно там еще будет какая-то перга или мед ну дикие осы не совсем любят заниматься тосканина это херни но тем не менее все возможно гнездо достаточно свежая с первого взгляда поэтому и такой вариант не исключается ну что собственно я сейчас приступлю к абордажированию данного возведения и попытаюсь добыть эти личинки но вам естественно все покажу как это будет запоминайте если что будете делать точно так же чтобы не натворить каких-нибудь бед опять же предупреждаю заниматься подобным это очень небезопасная история так как осы реально могут дать пизды так настрочат что сдохните сразу стекли в общем поначалу я хотел развалить его волкобоем но потом были передумал потому что это все разлетится здесь по кустам сети личиночки где их потом буду собирать к счастью у меня есть собой вот такой подсак с помощью которого я сейчас вот так вот снизу подсыплю это гнездо и и попытаюсь светски снять единство тут нужно быть очень аккуратным чтобы по возможности меньше вообще разбалтывать эту всю историю потому что чем больше раздражения тряски тем осы будут злее вылетят и начнут нахуй ебашить тут надо аккуратно очень и да если они уж все-таки вылетят нужно постараться вообще не двигаться если ты не двигаешься они тебя не замечают но это обыкновенная истина я думаю все с детства это знают осы они очень скажем так хорошо реагируют на движение каких-то объектов если ты замер они начинают метаться и как бы хуй но они не видят куда ты делся вот сейчас попытаюсь чё посмотрим что из этого выйдет единственно не понятно насколько сильно она прикреплена к веткам то есть какая нужна какое нужно усилие чтобы его оттуда сорвать вот так начинается движуха я ебал их сколько потихоньку потихоньку их там тысячи ебать уже замес пошел да иди ты нахуй обратите внимание как говорится все приходит с опытом они думают куда пропало и гнездо вот пожалуйста они летают на одном и том же месте в полном непонимание происходящего тупое животное а гнездо то блять гнездишка то вот она у меня уже понимаете вот сейчас я буду дербанить спокойно пока эти опиздал их не могут словиться что ребята давайте посмотрим что у меня тут за добыча то есть тут такие долгожданные мои личиночки фруктово сладенькие блять да хуй ты зацепилась груши ёбаная сваливай уже давайте посмотрим устройство она сквозь ветку вон она чё как крепится на всей ветке сразу последние видимо выбираются так и не поняв что произошло как туалетная бумага ой 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 вот она долгожданная добыча ребята гляньте гляньте ё-моё сколько сколько еды здесь я сейчас увеличу знаете какие в сладенькие крутятся там вы только посмотрите на эту вкуснятину гляньте вон они видите одни закупоренные а другие вот свежие осиные личиночки ху блять гованица в одной было много кстати как вариант если у вас есть хоть какая-то снасть хоть крючочек хоть какой-то там кусок веревки лески на это можно ловить рыбу ты чё кусаешься ёбану то что такое ощущение что нам не ебало в палец чем только вопрос вот самая такая лучшая кажется наживка лучше опарыша червя там мотыля и так далее то есть как вариант половину ты съедаешь и на половину можно наловить рыбы давайте в принципе посмотрим на все это гнездо снутри целиком как она устроена смотрите получается некие четыре яруса вот такие вот ебать чуть-чуть ос охранников видимо и вот такое вот достаточно плотное образование из личинок ебать то мост ну и что ребята собственно осталось отведать добычи своей я уже говорил что я их когда-то употреблял в пищу вполне себе вкусные личинки да может вызывают какое-то отвращение у кого-то но тем не менее выживать захочете будете есть все тем более это вполне себе отличный вариант на вкус она сладенькая просто сладенькая все я ее съел мне кажется это какие-то либо вид других ос вот это послевкусие в нее прямо сразу подкатывать начинает слезы пробила в общем есть их можно но видимо есть какие-то разновидности которые различаются по вкусовым собственно особенностям вот это не очень вкусные личинки то есть у них есть какая-то потом знаете вот такая горькая как это терпкая подача такая неприятная сначала на сладенькая потом в общем ладно не будем на этом концентрироваться ребят вы надеюсь меня поняли если вы где-то плутаете вам нечего есть вы обнаружили вот так вот гнездо диких пчел попробуйте добыть этих самых личинок да это не очень безопасно могут нахерачить но тем не менее это еда захочешь добудешь если естественно нет подсака можно элементарно снести эту ветку целиком на которой держится этот хотел сказать улик гнездо она упадет осы разлетятся потом подойдете раздербаните и съедите вот как то так да в общем в целом всегда нужно врубать смекалку я всегда об этом твержу и надеюсь вы это все-таки как-то принимаете к сведению ну и пожалуй все все что я сейчас хотел вам показать удачи а а и но